Школа с древнегреческого Досуг, запятая, отдых Да, древние греки создавали именно для этого школы, чтобы там отдыхать, философствовать Постепенно у них появлялись ученики И постепенно школа стала ассоциироваться с учебным процессом Но для меня всегда школа, кроме этого, ассоциировалась еще с неповторимым, непередаваемым запахом общепита Вот как эти наши поварихи столовские умудрялись, во-первых, накормить всю Араву А во-вторых, придумать такую пищу, которая не выветривается из школьного помещения годами Об этом наш сюжет До большой перемены остался час, а кушать хочется уже сейчас Второклассник Вова засиделся на переменке и отправляется на разведку Но надо же, едой в столовой даже не пахнет Вместо того, чтобы готовить обед на всю школу Повара, как ни в чем не бывало, обсуждают последние новости Кажется, их совершенно не беспокоит отсутствие съестных припасов Как же они успеют все приготовить, когда до большой перемены осталось меньше часа Ваня так разнервничался, что даже опоздал на математику Класс во главе с отличницей Полиной уже десять минут бьется над задачей Надо втягиваться в учебный процесс Как назло, для голодного Вани задачка прошкольного повара За один час он успевает приготовить десять порций обеда Сколько часов ему понадобится, чтобы приготовить пятьсот пятьдесят порций и накормить всех учеников? Пятьдесят пять часов. Правильный ответ Полине пятерка А автору задачки двойка С такой логикой повар будет кормить учеников раз в три дня Мы на комбинате школьного питания Тут с утра до ночи только и делают, что готовят школьную еду И не на одну школу, а на несколько десятков Здесь школьные задачки решают в производственных масштабах Накормить обедами предстоит десять тысяч учеников из ста пятидесяти шести школ целого округа Чтобы не тратить время, овощи на комбинат привозят очищенные в вакуумных упаковках Триста килограммов салата строгаются в холодном цехе со скоростью десять помидоров в минуту На каждую школу пасуется порция масла и соли На одном салате далеко не уедешь В горячем цехе кипит работа Ну а для выхода пара предназначена мощная система вентиляции В общей сложности в этих огромных кастрюлях варят одну тонну двести килограммов супа Суп здесь наваристый Так что в отличие от жидкости измеряется не в литрах, а в килограммах На второе сегодня говядина с черносливом Начали её варить ещё в шесть утра А сейчас отваренное мясо заливается вкусным соусом Школьное меню каждый раз новое И повторяется только через двадцать четыре дня В кастрюлю с супом добавляют свёклу Значит сегодня на первое у школьников будет борщ А это готовится начинка для пирожков Но не на комбинате, а на уроке технологии в пятом классе Такой огромный кусок мяса сперва надо разрезать на части Практически распилить Чтобы прокрутить полкило, девочкам требуется десять минут Скорость их труда три килограмма в час Гигантская мясорубка на комбинате проворачивает за час восемьсот килограммов мяса Чтобы фарш не успел нагреться во время формовки и не портился В него добавляют целую гору льда Так фарш получится более нежным А котлеты будут лучше держать форму Но как закинуть почти триста килопродукта в ёмкость со льдом Если контейнер даже трудно сдвинуть с места Надрываться более не придётся Большая часть процессов на комбинате автоматизирована У этого аппарата простые функции Поднять и перевернуть Но тут его ценят Потому что даже директор не в состоянии совершить такой тяжёлый подъём с переворотом И что теперь? Зовём всех в цех и начинаем лепить котлеты? Расслабьтесь! Формовочная машина сделает всё сама И даже не попросит прибавки за сверхурочные Она выпускает на конвейер две котлеты в секунду Правда, без ручного труда в вопросах кулинарии всё-таки не обойтись А этот склад с вентилятором – холодильник для шоковой заморозки Минус двадцать пять Котлеты в шоке Процедура необходима, чтобы сохранить фарш свежим Прежде чем его выведут из шокового состояния в горячем цехе Ну а отчаянные домохозяйки из пятого класса приступили к замесу теста Рецепт прост На три яйца – девять школьниц, горящих трудовым энтузиазмом На комбинате построже будет Отчётность как-никак Замешивает все ингредиенты в тесто – кутер Эта машина похожа на гигантский миксер Собственно, это и есть гигантский миксер А у пятиклассниц мука пошла в разнос Впрочем, что-то попало в миску Поэтому надежда на удачные пирожки всё-таки сохраняется Производство еды на комбинате набирает максимальные обороты Длина крыла тесто-раскаточной машины – два метра То есть пласт теста с двух сторон равен четырём метрам Разве не окрыляющие масштабы? Машина при этом тратит на раскатку примерно минуту А этот аппарат не запекает пиццу, как может показаться А делает из куска теста двадцать аккуратных заготовок для булочек С точки зрения учениц, пирожки – это фарш, внедрённый в тесто С одной стороны, так пирожки и делаются Но у каждой пятиклассницы свой взгляд на форму изделия А на комбинате школьного питания взялись за сладкое Каждой корзиночке нужно уделить личное внимание А тут идёт раздача мака Если школьник заснёт на уроке, сны у него точно будут яркие Мучные изделия укладывают на шпильку Так называют хлебопекарную тележку с железными листами Которую закатывают прямо в печь А чтобы булочки равномерно подрумянились со всех сторон Вся конструкция плавно вращается Школьницы тем временем решили расслабиться И изучить, какие лосины нынче модно носить в Париже Эй, кто-нибудь следит за выпечкой? На комбинате в каждую большую печку встроен таймер Который подскажет, какое изделие сколько времени требуется выпекать Булочки с маком не сгорят А в пирожках не окажется сырой начинки А это печка для котлет? Нет, огромная пароварка А точнее, параконвектомат Паровые котлеты полезнее жарены Разойдутся, как горячие пирожки Кстати, какова судьба пирожков в школе? Гарью пахнет на весь этаж На запах в кабинет прибежала учительница Да, такими пирожками только трудовика угощать Не все порции на комбинате исчисляются десятками килограммов Есть еще и вполне человеческие порции Образцы каждой из приготовленных партий Обязательно ставят в холодильник Приходится делать это на тот случай Если кто-то из школьников отравится И его родители придут с претензиями к тем, кто готовил еду Тогда эти контрольные пробники детских обедов Будут подвержены анализу И выяснится, что кое-кого нужно научить Мыть руки перед школьным обедом Или еще что-нибудь Был тут случай один Урок химии Двоечник и прогульщик Корсаков Как обычно, вместо химических формул Рисовал одноклассник Доске пойдет у нас Заткли, я здесь все Господь, доске Когда строгая учительница решила вызвать его к доске Пришлось смириться Жвачку выплюнь Говорит ему учительница химии Удивился Корсаков А зря Ведь опытный химик Может даже обыкновенную Жевательную резинку Вывести на чистую воду При помощи своих реактивов Вот сколько тут вредных красителей Это не химия А сплошная жвачка В смысле, не жвачка А сплошная химия Иными словами, думайте, что жуете Тебе понятно, что это нельзя есть? Чтобы живот потом не болел Вот такой яролаж У лаборантов на комбинате Своя кухня И своя плита Варят на ней не компот А среды, в которых, как дома, чувствуют себя микробы Если в продукте есть Хоть какое-то количество вредных бактерий Буквально через день В баночке под воздействием температуры Вырастет колония микробов Ставим в печку с температурой 37 градусов Время проверять результаты Наступает через 24 часа Не пугайтесь Этот образец не из школьной еды Колонии кишечных палочек Выращенные специально для нашей программы А вот эта баночка с тестом школьного питания Всё чисто До обеда ещё целых 20 минут Соседка по парте сочувствует Ване Полина, добрая душа Предлагает другу пару холодных котлет Которые принесла из дома Всё равно дома ремонт и есть негде Только кто же захочет кушать холодные котлеты? Постойте, а где разогреют еду, сваренную на комбинате? Если в школьной столовой, как мы помним, даже нет плиты Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем на урок физики Тема урока — термосы Сегодня восьмиклассники узнают, что продукты в них остаются горячими долгое время Потому что стеклянная колба плохо проводит тепло Вакуум между стенками предотвращает дальнейшую потерю тепла А серебряное покрытие на стенках колбы мешает излучению Это три условия сохранения тепла Проведем наглядный эксперимент Расплавим парафин двух маленьких свечек Одну поместим в термос А вторую оставим на столе Через три минуты свечка снова застыла Заглянем в термос Парафин по-прежнему жидкий Только в маленький термос 50 килограммов гречки не поместится Все блюда на комбинате Раскладывают и разливают вот в такие огромные подобия термосов Здесь они называются термопортами От слов «термическая транспортировка» Эти ящики — тоже термопорты Только для мясных блюд Блюда должны приехать в школу горячими Посмотрим, получится ли это Старшеклассники уже нервничают Между тем термопорты вывозят по коридорам комбината на мороз И начинают грузить в кузов машины До ваниной школы 15 минут пути Скоро, скоро большая перемена А вот, кажется, на школьную кухню завозят знакомые термопорты Успеют ли? Звонок В такие минуты на пути школьников лучше не стоять Скорее, надо открывать термопорты и раскладывать еду Поварам надо торопиться, ведь школьники проворно спешат в столовую Аппетит у них разыгрался не на шутку От борща идет пар, как будто его только разлили из котла Еде все возрасты покорны Вот бы столько рвения по пути в школу Наконец-то время обеда Вкусного, сытного, полезного, с пылу, с жару Такие столовые без собственной кухни Называются буфетами раздаточными И встречаются только в старых школах Новые строятся со столовыми по подобию комбината И с горячим, и с холодным цехом Ну что же, кажется, все герои нашего сюжета довольны Вообще, это неправильно Школа сделана для того, чтобы там дети учились, не так ли? Вот пусть они в том числе и учатся готовить себе еду У вас обед, ребята Вот картошка немытая Вот кастрюля Вот здесь можно воду набрать Вот здесь соль лежит Взяли, почистили, быстренько сварили, посолили и ешьте Школа, она должна быть школой во всех отношениях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин